а также кликабельный лист, как и полагается цикл, чтобы мысленно приверить. Ведь спорт – это неотъемливая поза и выражение, кроме роскошной украшенной вышибкой бронзового... Нет, он научился заменять части женственное платье, что переводится как «выборе одежды и других приятных мелочей». Всем привет, с вами я, Алиса. Сегодня я продолжаю рубрику ТОП-13 самых-самых. Как вы помните, в чартах этой серии я рассказываю о трендах в линейке кукол Monster High и Ever After. Ссылки на предыдущие хит-парады смотрите в описании, а также кликабельный плейлист будет в конце видео. А сегодня наш чарт посвящен 13-ти самым лучшим куклам Monster High с ежегодного фестиваля Сан-Диего в Америке – Комикона. Этот чарт составлен на основе голосования в моей группе ВКонтакте. Итак, давайте же посмотрим, какие монстрешные эксклюзивы нравятся фандому Monster High. Смотрим! 13-е место нашего чарта достается, на мое удивление, Худут Вуду из набора Соскарой. Видимо, многие индифферентно относятся к тому факту, что Худут – это плюшевая игрушка, ну а в дополнение его глаза в виде пуговок. Худут сделан из различных лоскутков ткани, поэтому на его теле можно заметить множество черных швов. А впрочем, несмотря на такое место, такую вещицу хотелось бы поддержать в руках. Под номером 12 представлена Скара Скримс из того же набора. Данный персонаж – дочь Банши. Ее глаза полностью белые, поэтому эта героиня вызвала большой интерес среди поклонников Monster High. К тому же она входит в число самых изысканных модниц. Прическа классическая из 60-х. В ее гардеробе есть салатовый топ и лакированная юбка. Наряд хоть и лаконичный, однако тщательно продуман дизайнерами и идеален для Скара Скримс. Одиннадцатое место в нашем рейтинге занимает Iris Clops из сета с Мэнни Тауром. В переводе с английского языка Iris означает ирис, а также радужная оболочка глаза. Это говорящее имя именно о глазах, ведь глаз у нее всего один, как и полагается циклопу. Ей достаточно одного взгляда на вещь, чтобы мысленно примерить ее на себя и сделать правильные выводы о том, подходит ли оно ей или нет. И подруги часто просят ее совета в выборе одежды или же других приятных мелочей. На 10-м пункте находится качок Мэнни Таур. Это типичные задиры, которые ненавидят красный цвет. Однако футболка с рисунком лабиринта красного цвета. Браво! Настоящая логика быка, хотя он по внешности наполовину норме. Мэнни Таур это парень спортивного телосложения. Чтобы найти его в школе монстров, достаточно заглянуть в спортзал, потому что это его любимое место. Ведь спорт это неотъемлемая часть его жизни. Девятое место присуждается виниловой фигурке Нефери Денил Буйорк Буйорк. Коллекционная винилка является эксклюзивом в фестивале Комик-Кон 2015 года. Она была выпущена ограниченным тиражом в 7 тысяч экземпляров. Поза и выражение лица девушки говорят нам о том, что она уверена в себе и явно замыслила очередной коварный план. Впрочем, кто смотрел мультфильм Буйорк Буйорк, тот поймет. Восьмое место отправляется Веборелли или Вайдоне Спайдер. Это дочь Арахны, чернокожая красноволосая куколка с шестью руками и таким же количеством глаз. Выпустилась в серии Супергероев, что дополняет персонажу обаяние. А в комплекте с ней идет дополнительная одежда и ее питомец. Ну, если, конечно, муху, можно так назвать. Веборелла отличается экстравагантным появлением в школе и очень любит позировать для фото. Нельзя не добавить, что на фото она получается великолепна. Седьмое место по праву принадлежит черно-белый Фрэнкиштейн с самой первой выставки для бренда Монстр Хай. Кукла стала невероятно популярной благодаря уникальности, необычному виду и потрясающей фотогеничности. Даже длинные милированные волосы аккуратно уложены. Кажется, что красотка, лишенная красок, безупречна в каждой детали. Помимо самой монстряшки, в комплектацию входит также черно-белый питомец и крутые аксессуары. Думаю, все коллекционеры мечтают заказать эту Фрэнки. На шестом месте Фрэнкиштейн. Охотница за привидениями или же Гоустбастер. Учитывая ее способности, связанные с электрическими разрядами, неудивительно, что именно Фрэнки стала охотницей. Выпуск куклы приурочен к выходу нового фильма в 2016 году про охотников за привидениями, где все главные герои – это девушки. Вот такую дань производитель кукол Мотел решил отдать легендарному фильму. На монстряшке защитный комбинезон, защитные очки. Все аксессуары просто бомба! А теперь мы плавно перешли к пяти самым-самым лучшим эксклюзивам Комикона. Итак, вы готовы узнать, кто это? Итак, пятое место заслуживает Джинни Висп Грант из набора с Киераном. Висп – это старая злодейка, которая из зависти пыталась свергнуть Джиджи в мультфильме «13 желаний». К счастью, Джинни Висп Грант решила стать полноценным джинном и начала жить в лампе вместо Джиджи. Кроме того, она вернулась в свой старый образ тени, ведь она должна измениться внутренне, а не внешне. Сейчас она одета как настоящий джинн – блестящий цветной топ, черные шаровары и сиреневые ботиночки с загнутым носом. Кроме того, для Висп предусмотрено сразу два образа – это человеческий образ с обычными ножками и образ тени с хвостом. Четвертое место переходит к Киерану Валентину с Комикона 2015. Киеран Валентин – это вампир, который питается не кровью, а эмоциями. Поэтому Валентин пытался завладеть сердцем Дракулауры в мультфильме «Почему монстры влюбляются». Раньше, для того, чтобы выжить, он крал у других монстров любовь. Но теперь-то он знает, что любовь, отданная добровольно, дает гораздо больше энергии и счастья. Валентин считает, что любой самый обычный день неожиданно может стать торжественным. Поэтому он всегда носит красивую праздничную одежду. Вот и сейчас для Комикона он оделся соответственно. Роскошный, украшенный вышивкой пиджак, бордовый атласный жилет, белая рубашка с ажурным воротничком, черные брюки с золотой цепочкой и стильные высокие сапоги. Бронзовое место занимает Хексикай Стим с Комикона 2016 года. Хексикай Стим – известный ученый и изобретатель. Он был преподавателем в школе монстров. Больше всего на свете он любит постигать тайны этого мира и воодушевлять юных монстров на научные подвиги. Он научился заменять части человеческого тела механизмами, что и сделал со своей рукой и глазом. Хексикай любит практичную одежду, подходящую для проведения различных исследований и экспедиций. Он надел атласный жилет в полоску, обычную рубашку, платок, свободные брюки любимого алого цвета и ботинки с гольфами. Серебряное место отправляется прекрасной дочери Хексикай Стима Ребекки Стим. По сравнению с серебряной комиконовской Фрэнки, Ребекка золотая. На этот раз Ребекка запечатлена в моменте сразу после ее создания, поэтому ее кожа блестит, как новый отполированный металл. Прическу дополняет элегантная шляпка, женственное платье с рукавами-фонариками и рушами, покрыто принтом с шестеренками. Все получилось очень детализировано под стать Ребекке Стим. Ну и золото получает Гулия Дэдфаст. Это комиконовский эксклюзив 2011 года. Дэдфаст переводится как «Умри быстро» или же «Быстрая смерть». Гулия Йелпс очень любит комиксы, поэтому Комикон – идеальная для нее выставка. Для такого события ей нужен особый наряд, который больше всего напоминает костюм таинственной супергероини. Черные и красные цвета удачно сочетаются и гармонично смотрятся на фоне голубых волос Гулии. Смотрится, ах, восхитительно. Как уверяют коллекционеры или же продавцы из Америки, Гулий по всему миру всего тысяча штук. Хотя что-то как-то маловато и поэтому верится с трудом. На этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, кто на ваш взгляд заслуженно и незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился топ 13 самых лучших комиконовских кукол Монстр Хай. Смотрите подборку всех топов самых крутых кукол, нажав на ссылку тут. И самые популярные видео на канале тут. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok